В вступительном слове председатель областного совета Андрей Федорук сообщил присутствующим, что на предшествующем пресс-конференции «Круглом столе» было принято решение об организации поездок в страны, в которых компания «Шилл» занимается добычей газа. Многие представители от вас смогут также там быть и убедиться в том, как на самом деле происходит добыча газа, пообщаться с теми людьми, которые проживают там и уже приехать сюда к нам. И чтобы не из наших уст, а именно вы сказали, как реализуются подобные проекты в тех странах, в которых компания «Шилл» уже работает не один год. Отвечая на вопросы журналистов, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий назвал ожидаемые объемы добычи газа. Касательно Ньюзовской площади, по пессимистическому сценарию, по выходу на производственную мощность где-то через 4-7 лет добыча составит газа около 10 млрд кубических метров газа в год. По оптимистическому сценарию более 20 млрд кубических метров. Эдуард Ставицкий опроверг мнение журналистов о недостаточной информированности общества на этапе, предшествующем подписанию договора. На протяжении этого срока подготовки к проектам я не один раз выступал и в телевизионных передачах, и в конференциях, и на общественных слушаниях, которые были в министерстве, когда я возглавил министерство экологии и природных ресурсов. Никто не придавал этому значения. После того, как прошли конкурсы, которые мы максимально популяризировали, которые были максимально прозрачными, в отличие от контрактов 2009 года по газу, мы полностью отдавали себе отчет, какой проект мы делаем и с какими рисками он может быть. Но в то же время он был вынужден признать, что после принятия договора практические моменты вышли на первый план. Согласен с тем, что упустили, может быть, момент, связанный с тем вопросом, мы не ожидали такой активизации тех политических сил, которые считаются, есть такое выражение, как лузеры. Поэтому есть определенная составляющая, мы ее восполним, разъясним работу, проведем работу с людьми. Андрей Шишацкий отметил, что газ является самым чистым видом топлива. Сегодня говорить о том, что сегодняшние угрозы по альтернативному газу выше, чем угрозы от выбросов ТЭС, нельзя. Это вообще в 10 раз ниже. То есть этот газ добычи альтернативного и использование его в теплоэлектростанциях Донбасса, оно приведет к снижению техногенной нагрузки в разы именно на Донбасс. Эдуард Ставицкий назвал страшилками разговоры об угрозе, якобы нависшей над водными ресурсами Донбасса. Водоносные горизонты находятся до 300 метров. Более того, это мы говорим, если говорить уже специалистам, то это артезианские воды. А 90% пользуются Украиной, и зре. И только 10% это источник артезианский. Какое нарушение может быть водообмена, если бурение будет происходить выше, чем 3000 метров, глубже, чем 3000 метров? Отвечая на вопросы представителей неформальных объединений, министр энергетики и угольной промышленности Украины дал исчерпывающие ответы. Значит, во-первых, если бы вы внимательно смотрели в интернете не только те ролики, которые вам сказали соседи, может быть, или кто-то подсказал кликнуть на такой-то сайт, а посмотрели бы решение Еврокомиссии, которое состоялось в октябре прошлого года, так моратории все сняты. Нет ни одного моратория. И вообще есть стратегия развития добычи нетрадиционного газа именно в Европе, именно посредством решения Европарламента. Подводя черту, губернатор области пообещал собравшимся, что и в дальнейшем общественность будет получать исчерпывающую информацию по вопросу добычи газа. Поэтому давайте с вами встречаться снова. Я думаю, на моих пресс-конференциях еженедельных я тоже буду каждый раз посвящать один из вопросов о новом, об альтернативном газе. Я думаю, что жители Донецкой области будут верить фактам, геологам, экологам, а не политикам-экспертам. Наталья Волошина, Александр Худалей, Первый муниципальный.